Субтитры создавал DimaTorzok 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 Формально. Видно, что он, конечно, калиброзный инвариантный, но в терминах напряженности он не локальный. Обратный локаст стоит. Ну, а если писать в выпускном представлении, это вот так. Появляется вклад в массу фотона. Типа Е квадрата на 4 пи, что-то в этом роде. А это физически означает, что теперь кулоновский потенциал становится экранированным. И на больших расстояниях он затухает экспоненциально, типа масса фотона на расстоянии. Конфаймент пропадает. Саимодействие становится короткодействующим. И теперь уже полями начинают вылетать в детектор, так сказать. И вот это есть основной качественный эффект, как без массы его сермион в мире действует на фотон. Он ему дает массу. Ни в 3-х мире, ни в 4-х мире такого эффекта нет. Типа Ефимовна вообще существует? Там, не знаю, Майбаловский или какой-нибудь? Или Дираковский? Дираковский. Я думаю, что это не принципиально. Ну, там масса больше в двойку изменится. Так вот, я сейчас хочу вот эту вещь изложить немножко по-другому. Ну, потому что в двойке, везде, 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 везде специфическая. Там фермионы можно описывать методом, так называемой базонизации. То есть... Как еще раз? Базонизация называется. Значит, когда фермион описывается как базон. И показывается, что это, ну, так сказать, дает одни и те же результаты для наблюдателя. То есть, правило, базонизация выглядит так. Кинетический член фермиона заменяется на кинетический член базона. Это одно нейтральное поле Фи. Теперь. Белинейные всякие вещи. Например, вот такие. Ну, еще можно писать массу. Например, Пси-Пси заменяется на несколько роганда. Косинус Фи. Но у нас он без массы, поэтому... Косинус Фи? Да. Ну, по-моему... Ну, поэтому... Вот это выражение по базонизации про обитание лица. Тут стоите. И члены. А. Поэтому это есть векторный ток, здесь чертой коммомет Пси на А. А векторный ток, вон написано, во что он превращается в препотонизацию. А. Поэтому это будет минус А. К. ВК. 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 Ну, и еще у нас... ВК. 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 А вот это добавилось пока от неинтегрированного фирмraelita. Просто вот это эквивалентно переписывается вот так, называется «базонизация», и показывается, что результаты получаются одни и те же. Это долго. Проверяешь, придётся поверить на слово. Что тут специфично? Вот эта часть, её можно перебросить в производную на А, и это будет выглядеть как кепсуленю ню де мю а ню, то есть на призорность. Отсюда видно, что он градиентный вариант. Теперь, то, что мы раньше интегрировали по фермиону, это всё равно, что мы здесь в этой параметризации проинтегрировали по полю Фи. По полю Фи он квадратичный, и если проинтегрировать, вы получите вот это же, естественно. Так? Но можно и в обратную сторону. Поскольку поле А, как видно здесь, входит только через Ф-меню, вот тут стоит Ф-меню квадрат, тут стоит Ф-меню. То можно интегрировать вместо потенциала прямо по Ф-меню. Он тоже квадратичный. И тогда это будет давать Фи-квадратный вклад. Видно? Да. А это есть масса поля Фи. И поэтому качественно, ну не качественно, если проинтегрировать, то получится Масса Фи квадрат минус Масса Фи Это же Бауссовый интеграл. Поэтому интегрировать по Ф это всё равно, что продифференцировать первое объект нулю и потом подставить. Масса Фи квадрат. И вот это у нас получается минус М 48 данная площадь Эпсилен Ра Плюс Эпсилен Фи Ра Ну и сюда я заменяю и умножить на обратное число. После этого сюда подставляется. Получается Фи квадрат. Ну и коэффициент безробно посмотреть. Значит, если я вот это обозначу, делится на А квадрат, то есть минимум, будет равно А квадрат, Фи квадрат. Там еще какой-то корень спины снова перестали подсказать. Корень спины, он стоит и стоит себе. Так? Ну теперь надо этот Ф подставить сюда и сюда. Но эти два члена всегда одинаковые. Только этот будет в два раза меньше, чем этот. Поскольку при дифференцировании выскочила лишняя двойка, и они стали равны после этого, то когда я потом подставлю, то вот этот вклад будет противоположным знаком в два раза больше этого. Поэтому останется половинка от этого вклада. Но если Ф подставить вот так, то Эпсилен Сэпсилен дает двойку, и получится 2А квадрат Фи квадрат. Видно? Так вот, 2А квадрат Фи квадрат, это здесь масса Фи квадрат Фи квадрат Фи квадрат Фи квадрат Фи квадрат. Вот чему равна масса. То есть масса Фи будет равна 2А и все. А наше А, это корень из этого выражения, перевернется. И держится на что? Вот это я Фи потерял, да? Значит, потом будет корень из Фи. Ну, короче, Фи надо, конечно, следить, и тут будет все корень из Фи. И тут будет Фи. Нет, наоборот, Фи уйдюх. Значит, еще раз. Ф тот корень из Фи наверх, когда его сюда подставят, то этот корень из Фи сократит. И будет А. Вот так и будет. А, это вот что. Это корень 48 билятра квадратная. Это число, а это размерность массы. Ну, и должна быть та же самая масса, что была у Патона. Полиафилов безразмерный, да, получается? Полиафил двумерная, а коронеческая полиафил безразмерная. Это видно отсюда. Размерность генетического шля должна быть тройка. Но тут стоянка производных, поэтому все безразмерные. Теперь, насчет А. Я тут мог еще что-то потерять, типа заряда. Не буду все это вылавливать. Еще раз, двух словах. Это альтернативный способ описания Фермиона. Называется бозонизация. И вот это выражение выглядит вот так. То есть, физическая степень свобода двумерного Фермиона, это одно скалярное полиафиле, одна степень свобода. А все-таки пару слов скажите, откуда эта бозонизация взялась, откуда вот эти формулы написались? Ну, люди исторически просто в лоб проверяли, что вот если... Это так постепенно, как говорится, осознали в свое время. Когман этим много занимался, он один из главных, так сказать, авторов этой процедуры. Что вот... Если взять двумерный Фермион... Именно двумерный? И все повычислять все амплитуды, какие можно, а потом сравнить с тем, что дается вот этим методом постановки, бозализации, то получается один к одному. Да, ну... Просто смущается степень свободы, и равнолазное, как говорилось бы, количество, нет? Ну, как-то так получается, что у Дираковского двумерного Фермиона фермионская степень свобода одна. Одна. Ну, вот она и описывается этим полиафилом. Это полная радость. Нормально. Это место, с которым я никогда толком полностью не осознавал, сколько там в Дираковских или в Айроновских степеней свободы, особенно в Бомире, это вопрос очень скользкий. Но я еще скажу, люди в лоб просто проверяют, что все амплитуды, вычисляемые вот так, в этом фермионном представлении, и вычисляемые методы бозализации, они один к одному. и это относится не только к этой модели, когда вот он так взаимодействует. Это относится, например, и к другим видам взаимодействия, ну, скажем, есть модель Сайн-Гардон, да? Сайн-Гардон – это потенциал типа косвенности. Поэтому, если мы возьмем просто один свободный двумерный фермион, но с массой, да? Вот такой выгрызает. С одной стороны он тривиальный, абсолютно свободный массивный фермион. С другой стороны, если вы подставите по этим правилам бозализации, то масса превратится в нетривиальное взаимодействие. И он будет выглядеть как… Вот такая нетривиальная модель с очень нелинейным взаимодействием. Называется Сайн-Гардон. Так вот, можно вычислять амплитуду этого Сайн-Гардона и увидеть, что на самом деле единственной физической степенью свободы в этой модели является даже не само полисфин как таковое, а то, что называется Кинг. Ну я сейчас в сторону уйду. Значит, вот косинус – это очень много вакуумов. Так? Вот здесь, например, вакуум при Фи равном нулю, 2 Пи и так же. Так вот, поскольку есть разные вакуумы, то появляются амплитуды туннелирования из одного вакуума салитонные возбуждения. Это салитон – это поле, которое соединяет кольца. Как обычно, выходит на один вакуум, а на другой ногой спирается в другую вакуум. Ну, качественно, этот профиль, он просто вот так выглядит. Ну, актангель какой-то. Стандартно. Ну, типа актангель, да. Стандартно. Мы о нем говорим, аналоги, это кинки. Так? Это салитоны. Массивные. Так вот, этот массивный салитон – это и есть вот этот фермион массивный. Он, оказывается, фермионом. Вот люди очень подробно заявляли. Это было где-то, конечно, 90-х, начнем 80-х годов, когда это все проверялось и подробно обсуждалось. А это более простой, частный случай, когда этот фермион безмассовый, но зато взаимодействует с фотоном. Тоже проверяется, что это эквивалент. Вот эти фокусы спазваризации, они проходят специфически только для двумерий. В трехмерии аналога такого нет, да? Нет. В трехмерии, сейчас мы будем немножко говорить, там есть немножко аналог, но совсем не для фермиона, а для фотона. Если я успею, я сегодня расскажу. Значит, что тут еще хорошо видно? Если мы добавим сюда ТЗ-член, СОБ-заряд, то вы видите, что это такая же структура, как взаимодействие с полиафином. И поэтому это сведется к тому, что этот ТЗ-член добавится сюда и получится в этапе. Но в остальном поле физики входит только под производством. И поэтому его можно сдвинуть на константу, и от этого уйдет. То есть наличие безмассового фермиона, как хорошо отсюда видно, оно приводит к тому, что физика от этого не зависит. А теперь я напомню, что вот этот слен эквивалентен тому, что вы поставили, ну взяли пару тяжелых зарядов и провели петлю какую-то, например, большую, да? Ну в смысле родили пару, раздвинули, держите их долго-долго-долго, а потом снова сдвинули. Вот такая замкнутая вировая траектория. Если бы вот этого не было, а было бы только вот это, то опять проинтегрируем и найдем добавку к энергии вакуума от этого члена. Она будет, конечно, порядка тетра квадрата. Это как бы все интегрировано. И тетра... Мы об этом говорили, что добавка к действию будет интеграл d2x на тетра квадрата. Просто вот эти два члена, если проинтегрировать, парят на нем, очевидно, ну с коэффициентом нужно. Но только этот тетра, если мы хотим его смотреть, его можно смотреть просто как константу. Добавили и все. Но более физически на него смотреть, именно как... напомню. Ну мы обязательно так делаем, потому что иначе интеграл находится. Это не в этом дело. Ты можешь считать, что у тебя очень большой конечный объем, и написать букву В большое. Так что не в этом взять. Я тут напишу вот так. Я напомню, да? Я напомню, что это площадь этой петли. Вот этот шлем F и F, он пошел из интеграна из интеграна из интеграна. И тут стоит и тут стоит и тут стоит и тут стоит ну и тогда это будет единица на 2π, D2π, E7U, E7U, в том числе может быть до двойки. Это деляма Гаусса просто. Вот эта петля Милцерная, мы ее уже обсуждали. Это я беру два тяжелых заряда и, так сказать, рождаю, держу, и потом снова свожу. И этот дает вот такую добавку к Ларжану, а физически, в статическом пределе, это будет давать добавку, описывать потенциал взаимодействия между ними, как функция расстояния R. так вот, так вот, поручится, а вот, здесь поставленная единица, а когда, сейчас, нормироваться нам вот тут видена буква T, а на самом деле, если у вас есть заряд какой-то, то мы его напишем вот так. E, это просто размерная единица заряда, а Q, безразмерное число, как показывается, заряд вашей пробной частицы, равен, ну, в единицах е, он равен Q. так. Короче, можно получить связь, что T равна 2 веку. Если, вот так физически, проинтерпретировать этот параметр T, через метлю Вилсона, то он будет вот так связан. ну, и здесь будет стоять. Но, этот интеграл идет по конечной площади, равной S. Это площадь этого, контур. Ну, поэтому, у вас будет добавка к энергии пропорциональной площади. R, это расстояние между частицами и античастицами, пробными, тяжелыми, а T, это время, которое мы держим их на расстоянии R. Ну, и это теперь надо приравнять, T умножить на VAT, где VAT потенциал взаимодействия. Ну, и вы видите, что VAT ну, тут пропорционально, это Q квадрат и квадрат . если взаимодействует с расстоянием, это и есть обычный Пенфренд. Но, это не совсем правильное выражение. Вот в каком смысле. Формально правильно, но реально кое-что по типу. а именно а именно ну, вернее, так сейчас буду уточнять. Если у вас теория пустая, действительно, да, и стоит просто фотон, а никаких полей, заряженных внутри теории, нет, то заряжается правильно. И у вас, как бы вы не растягивали на любое большое расстояние R, у вас потенциал, вот так будет расти в линейном поле и пропорционально квадратный заряд. И все. Но, давайте вернемся к нашей, например, ЦПЭТ-теории, или к любой другой, аналогичной, что важно, что у нас кроме фотона в теории есть еще заряженные, но массивные, тяжелые поля. Тяжелые, но в смысле, с масштабной массой, говорят, голя, вот ЦПЭТ-модель. Когда мы отинтегрировали эту массивную поле, они пошли на низкие энергии, то там осталась только дальнодействующая фотонная часть, потому что само поле R массивное, городкодействующее, и это был низкоэнергетический лагранжар. Если про поле R вообще забыть, то вы получите вот такой конфайд. Да. Но, на самом деле, надо вспомнить, что там все-таки в теории есть заряженное массивное поле R. зарядом единиц, но в смысле E. Чему это приводит? Это поправится до выражения вот таким образом. вот мои два заряда QE и минус QE. Е это просто единица измерения, тем более это размерная констанция. А Q безразмерное число, показывающее заряд этого пробного, тяжелого частицы в единицах Е. А это расстояние R. Вот мы просто держим статически на расстоянии R. Так вот, если Q произвольное дробное число, то надо теперь вспомнить, что на самом деле, если у вас есть заряженное поле N зарядом E, но массивное, то вообще говоря, могут рождаться пары N Ntn. Так? И я могу вот сюда, например, добавить одну частицу Ntn, которая имеет заряд минус E. Ну а сюда, соответственно, плюс E. Я родил пару N Ntn, и они развелись. Понятно? Есть такой вариант. Есть такой вариант. Это минимум. Мы могу родить больше пар, но мы начнем с одной. Ну и тогда она будет эквивалентна суммарный заряд исходный QE и минус E от поля N. Это будет 1 минус QE ну а тут, соответственно, будет не 1 минус Q, а вот Q минус 1. ну а тут антизаряд 1 минус QE 1 минус QE то есть эффективно заряд просто сдвинулся на 1 минус QE так? Но спрашиваются это выгодно энергетически или невыгодно? Если это энергетически невыгодно, то тогда она не будет рождаться. А если выгодно, то тогда пара родится, разойдется и энергия уменьшится. Ну тогда это все определяется какой у вас заряд Q. А именно, например, пусть у вас Q от 0 до 1 2 в единицах E. Напомню, E это заряд нашего поля кванта. Так? Единица в этом смысле. Значит, если Q маленькая, то этот заряд по величине Q меньше половинки, а 1 минус Q больше половинки. Видно? Поэтому невыгодно. У вас вот тут вместо Q квадрата станет на такой множине. Но если это число больше, чем Q, так это невыгодно. вы проиграете по энергии. Видно? но если Q больше половинки, вы выиграете. Понятно, о чем я говорю? Да. Но поэтому реально эта формула при наличии других заряженных полей, в данном случае поля N зарядом 1, она поправится вот таким образом. тут будет стоять минимум на газе от Q плюс K, где K целое число. Оно описывает число родившихся парка и анонсирует. Формально надо Система сама себе будет подбирать сколько она пар родит и будет экранировать вот таким образом как здесь. Но только плюс слове если это энергетически выгодно. и поэтому пишется минимум. Число K, то есть число родившихся пар, будет сама система подбирать так, чтобы энергию поднизить как только можно. Но к чему это приведет? Ну вот тут уже видно, да? Да пока Q меньше половинки не выгодно рождать пару. Но как только Q станет больше половинки, выгодно родить одну пару. и тогда заряд Q сдвинется и ставит единица минус Q. И он будет меньше половинки. И тогда то есть выгодно родить одну пару все равно, что здесь поставить 0k равно минус единице. После этого вы можете Q снова начиная с этого места увеличивать. и когда он не дойдет до единицы, это зануляется. То есть короче график. На самом деле как энергия зависит от заряда Q нашей вот этой внешней пары бесконечно тяжелой квантики она выглядит так. Если сюда будут откладывать Q а сюда будут откладывать V ну в том смысле что вот этот коэффициент это просто множитель универсальный тут будет одна вторая тут будет единица тут будут три вторые и так далее значит пока Q меньше 1 второй она растет квадратично как Q квадрат но когда он доходит до 1 второй то выгодно родить пару и сдвинуть на единицу и заряд эффективно становится единица минус Q по величине Q квадрат при Q равном 1 и единица минус Q квадрат при Q равном 1 они равны поэтому энергия непрерывна но производная ломается теперь она идет вот так это понятно при Q больше это заряд начинает уменьшаться и при Q то доходящим до 1 он просто зануляется и будет вот это месяц дальше все повторяется поэтому на самом деле еще раз повторю в итоге если у вас есть только фатун и внешний заряд тогда у вас энергия растет как Q квадрат вот так ну и все потому что нечем экранироваться но если у вас есть тяжелые заряженные кванты самой теории в дополнение к фотону с зарядом например единицы то тогда в зависимости от внешнего заряда Q поведение энергии будет вот такое при Q меньше половинки она растет как и росла квадратичная как Q квадрат но при заряде равном половинке вернее больше половинки становится выгоднее родить пару которая превратит заряд чуть больше половинки в заряд чуть меньше половинки энергия все время растет как R но мы сейчас обсуждаем коэффициент коэффициент система теперь по возможности будет так реагировать чтобы эту всю энергию по модулю уменьшить это невыгодная положительная большая энергия начиная с Q больше 1 здоровья выгодно родить одну пару сдвинуть зарядку на единицу вот так ну и все то же самое и тогда при дальнейшем увеличении Q энергия будет уменьшаться а не увеличиваться если бы этого не было она бы продолжала расти как Q квадрат а так она начинает уменьшаться и при Q равном 1 она выходит на 0 потому что наш квант N который сюда сел он полностью укранировать внешний заряд равна единице сюда сел антиен который имеет заряд минусы вот это реальное поведение при наличии заряженных полей но это бесстермион когда мы видим безмассовый стермион заполнение к полю N который у нас был тяжелый а это просто дополнительно безмассового фермера то он вообще делает этот кулон массивным и никакого линейного потенциала вообще не будет он затухает теперь юкавским образом эксприциально и поэтому от этого ничего не остается это формально видно здесь вот этот член с тетой он как раз и есть наша петля вот вот связь между ку и тетой но теперь когда я вел безмассового фермера появилось вот это взаимодействие с фотоном и тета просто вот так входит но поскольку в фи входит подпроизводное я могу его двинуть на констант то есть от этого уберется то есть энергия от этого все перестает зависеть и тем самым от ку она тоже у нас не зависит в пределе низких энергий это все делается то есть это и означает что никакого дальнодействующего конфаймента нет он заэкронировался кулон и поэтому эти два заряда на больших расстояниях они просто не взаимодействуют и энергии не меняются из массовых термин заэкронировались а на этом языке просто вы видите что тенку можно поглотить с движкой фи на константы ничего не изменится и добавки к энергии от этой не будет так с этим все теперь я скажу только очень коротко как эта модель ЦП реагностирована реально фермионы чтобы она была суперсимметричной это мы просто произвольно добавили фермион это не суперсимметричная модель теперь я скажу кратко потому что качественно это уже мало что меняет как это выглядит если сделать если так вести фермион чтобы она была суперсимметричной вот вот это просто специальным образом конечно надо его вести чтобы подогнать все степени свободы коэффициенты и так далее что сейчас говорилось про угол тет и так далее и это все будет то же самое и в этой ЦПН суперсимметричной модели но же это общий совершенно свойств так фермион вводится так в окружан выглядит так демиумент демиумент это базовая часть как и была и добавляется короче вот у нас была n компонентная комплексное скалярное поле n к нему нужен суперсимметрия его партнер это будет n компонентное фермионное поле Пси и тут будет Пси Д Пси но это не все вот этот n был на констрейнде а теперь есть еще констрейн ну так лучше писать это например фундаментальное представление а это соображенное антифундаментальное представление по группе СОН которая инвариантность лобин и жертвы Пси конечно являются суперпартнером ДВН поэтому они одинаково преобразуются с сердцем партнером соображенным соответственно это выглядит вот так вот появляется еще вот такое топ условие а почему такое что почему а почему это появляется так модель определяется чтобы не было лишних там степени не свободы вот это есть фермионный партнер вот это условие то есть по-другому можете сказать что вот это суперсиметричное обобщение вот это абазонная форма констрейнта теперь есть не только абазонный констрейнт а еще есть специальное четырехфермионное взаимодействие из которого я сейчас напишу проще написать чем только говорить с минус секреты на коридор си 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 плюс си 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 так вот эти все сигма пи хи хистов это вспомогательные поля они идут вот так нескемический след что касаются хи то хи видно что она входит линейно получится дельта функция и это будет в это условие То есть просто вот это условие вводится, как и раньше мы лянду Вот это вводили через лянду, я тут не написал И все будет то, что и было Минус лянда, тут стоит еще калестанта Это все как и было Вот это была стандартная базонная цепь Эдмаде А вот это добавилось для суперсимметричного обобщения Еще раз говорю Интегралы по хии к изображенному Они на двухплатых условиях и к нему изображенному Вот эти два обслуживания Так? А в сигма и пи тоже входят А, я не дописал Еще я слил сигму квадро А сигма и пи это что за поля? Вспомогатель Еще есть в антогольчике Вот эти сигма и пи, они входят вот так, как написано Но без кинетических членов Поэтому это вспомогательные поля По ним, как видите, квадратично все зависит Можно проинтегрировать и вы получите Четырехфермальное взаимодействие Типа, сигма и пи, сигма и пи, сигма и пи Ну, так вот Вместо того, чтобы писать четырехфермальное взаимодействие Лучше написать его в таком виде Через вспомогательные поля сигма и пи Вот это и есть суперсимметричная цепь Эдмаде Значит, дальше, что касается базорной части, то все, что было, все остается Эта янта садится на экстрему и дает массу полиоэн, и они все становятся массивными Кроме того, петля массивного полиоэн индустрирует кинетические члены в меню квадрат для этого фотона Этот фотон тоже был вспомогательным полем и описывал нелинейное взаимодействие n между собой Аналог нелинейного четырехферменного взаимодействия Напомнить еще, что a µ это есть n µn И когда вы вот тут по a проинтегрируете, то вы получите взаимодействие типа n µn Это нелинейность аналогичная, как если я здесь проинтегрирую по b и сигма, получу четырехферменный взаимодействие Это партнеры друг друга суперсимметрии Вот это четырехчастичная бозонная и четырехчастичная ферменная Но удобнее нам от них избавиться и писать помогательные поля в воде сигма, b и a Они пока не живы, но потом они оживут А у нас уже оживы, это мы подробно обсуждали Теперь аналогично Вот так как я это теперь сделал, то я могу по фермионам проинтегрировать Так же как я когда ввел a, то я теперь могу по n проинтегрировать, поскольку все по n квадратично Здесь теперь по фермионам все тоже квадратично И формально пишется трейс логарифм Это петля фермионная Фермионная петля Но в бэкграунде Из вот этих двух полей И еще из поля Видны? Эти выступают как масса На вид Ну например, если бы эта сигма Приводилась из поля в константу В вакууме То она была бы просто массой фермиона Так же как наша ляльда Когда в экстремуме сделана константа Она дала массу поля n Эта сигма точно так же сядет Короче, из этого Из этой петли Она формально выглядит так Петля поля n Вот эта Когда я по нему проинтермирую Она дает трейс логарифма D Квадрат Минус лямб Мы это все писали И по лямбе теперь есть экстремуме То же самое происходит по фермиону Петля фермиона В этом бэкграунде Она дает добавку Плакроциану Виды n Трейс Логарифма Стоит И Здесь Со шлямкой Это Вот этот Оператор Короче Стоит трейс логарифма Того оператора Который Стоит между Пси-пси-чертой Это и Д Плюс Сигма Плюс Сигма Пи Ну и все Там Который Стоит Это формальное Выражение Но реально Вот Эта Петля Это и есть Трейс логарифма Так он В бэкграун В бэкграун Сигма Это не Свободы Времен А взаимодействие Вот Это n Это просто число Фермионных Степеней Свободы Вот этот Индекс Их n штук И они тут все Адитивно Бегают И складываются За их множители Так Ну вот теперь Делаем все То же самое Что мы делали с ляной Я буду искать экстрему По полям Сигма и Пи Вот у меня Здесь нет такой И тут Добавился Вот это Теперь я беру Производную По Сигма и Пи Проравнив к нулю Ищу экстрему Я напишу только ответы Потому что Деятельность абсолютно Аналогичная Заказывается Можно выбрать так На самом деле Сигма Плюс и Пи Можно ввести другими переменами Вот так Модули фазы Это одно комплексное поле Ну поэтому Видно что Вот это Ро квадрат Это его квадрат модуль Да? А это То стоит Кома пять Если разделить на левый и правый То есть на единица плюс Кома пять Единица минус Кома пять То То Левый фермион Взаимодействует Например С этой комбинацией А правый фермион Взаимодействует Это будет Ро Е степени минус и Пи Но опять видно что Пи будет В зависимости От этого знака И будет Это же Но теперь Я начну Поворачивать Фермион Переобозначать Поверну За мнением Например Пси На е степени И Фи На два Пси Только Не так Гамма пять Но Вот это всё Левый Поэтому это можно убрать А этот индекс Навесить Вот так Пси левый Это Единица минус Гамма пять Умножить на Пси Так вот Пси левый Я могу отдельно Поворачивать Вот так И тогда Вот тут Выскочит фаза Плюс и Фи И эту я Фи Переобозначением Просто Поэтому На самом деле Видно что Это Буквально Формально Это Синий Вход Если На классическом уровне Смотрите Это Выбор Вакуум И поэтому Я могу выбрать Вакуум В котором Фи Равно Нулю Или что То же самое Пи Равно Нулю А Синий Что-то Не Что-то По Общественной Выскочит Экспонент С другим Знаком Вакуум Она Как съест Нет Тут Гамма 5 Гамма 5 В экспоненте Тут Гамма 5 Вакуум 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 То Пси с чертой Будет меняться На какую же Экспонент С плюсом Ну вот И поэтому И складываются Их фазы Они вычитаются Вот так За счет Гамма 5 Сопряженный Переворачивает Знак И тут Тоже Плюс А не вирус Ну ладно А гамма 5 Сопряженный Куда продать? Никуда Просто Когда я ФИО беру У меня получится РО А тут Будет Вселенная Что с психой? Тут Тут Правы Тут Будет Все Левые Все Правые Все Правые Все Левые И Останет здорово У каждого Слоя Экспонента То есть Я могу Поворотом Убрать Переобозначение Полей Пси И Пси Чертов Здорово Ну Это На гелостическом Урове Поэтому На самом деле Эта симметрия По повороту С гамма 5 Она Аномальна И поэтому На самом деле Поле 3 Не отцепляется Полностью Иначе Я так Его просто Уберу Из Лагранша Переобозначение Поворотом Фермиона За счет аномалии Оно потом Выше Чуть позже Об этом скажем А То что здесь Идет Показывает Просто Что можно Выбрать Вакуум Так Что например Пи по вакууму Выбрать 0 А Что касается Сигма Вот это Начинаем раскладывать И по Сигме Будет Практически Такого же Типа уравнения Как у нас было Для Лагранша И у него Будет экстремум При Сигме Неравном 0 Когда я это Начну Раскладывать То члены Сигмой Они будут Играть Ну Беспроизводных Это будет Потенциал Сигма Но кроме того Будут члены с производными Сигмом И начиная Со второй Производной Индуцироваться Кинетический Член Сигма Так же как у Фотона Индуцироваться И Сигма Оживёт Та же самая Для Пи Я напишу только ответ Что Сигма 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 Синдуцируется Из всего этого Сигма По вакууму Получится Экстремум В точке Массу Массу Этому полю И у него будет Масса Это его Макулное зрение А кроме того У него будет Масса Проще написать Пиопропагатор Они идут Симметрично Поэтому Это у них Общие А это Если Вот Единица На G квадрат Это Логарифм Лянда большого Оттуда Она идёт Подифференцируется Всё что тут происходит С Сигмой Полностью Аналогично Тому Что здесь Происходила У нас тут Интегрирование ПН Давало Трайс логарифма D квадрат Плюс Лянда И потом Вместе С вот этой ляндой Которая не интегрировалась С вот этой единичкой Мы смотрели Глядно-экстремов Болянда И он был В точке Лянда Равной Вот чему Из константы связи Шла Большая лянда Здесь то то же самое Виток Где он? Добавка К Лагранжану Будет Выгранить так Для поля Сигма Это будет М Восемь Пи Лянда Квадрат А здесь Будет стоять Сигма К Квадрат Минус 4 Лянда Квадрат Сигма Это я написал Выброс на представлении К Квадрат Это вторая производная Это лапласс Поэтому Сигма Квадрат Сигма Это кинетический след Синдуцировался Видно? А сигма Лянда Квадрат Сигма Это масса с индуцировать. И у Сигма будет масса масса определяться должна по отношению к кинетическому члену. Это то, что наши на физическую массу не влияют. Я Сигму переобозначу со шляпкой и это уберу. Понимаете? А масса определяется по отношению к каноническому кинетическому члену. Вот когда надо коэффициент при кинетическом члене сравнить с коэффициентом при массе. А общий множитель на массу наблюдаемо не влиять. Уберется переопределение. Это же переменные интегрирования. Я этот множитель уберу и натяжу Сигму со шляпкой. Понимаете? И его нет. И тогда у меня будет канонический кинетический член соединиться, а это будет каноническая масса, равная 2 ля. Короче, спорим Сигму происходит следующее. Во-первых, оно имеет среднее по вакууму. А среднее по вакууму для Сигма это масса Пси. Видно? Оно стало массивным за счет этого. Та же, как и Эн. И масса у них одинаковая, как и должна быть по сути симметрии. Они партнеры. Поэтому та масса, которую Лянда синдюсировала по зону Муэн, должна быть такой же, как и фермионова Пси. Она такая и будет. Если сюда подставить Сигма средняя, равная корень из 2 ля. Корень из 2 сократится, и будет у фермиона масса Лянда, как у поля Эн. Так и должно быть. Что тут еще? Она не просто обладала массу поля Пси. Она сама выжила. У него синдюсировался герметичный член, и кроме того, его личная масса. Это просто вот эти графики, типа когда я вот этот трейс логолизма начинаю раскладывать по Сигма, но только я им должен еще дать импульс как. Если я хочу схватить члены с импульса, с производными, то это график вот такой. Вот тут внизу, то есть не внизу, в пропагаторе Пси стоит Сигма средняя, равная Лянда. Это массивное поле Пси стало. И теперь из него по Сигму можно раскладываться сколько угодно, это будут члены по единице на 1. Член квадратичный, который тут написан, он даст Сигма квадрат это вот это, масса. А если схватить еще производную, то он даст К квадрат, Сигма квадрат. Отсюда же. И это будет этот член. Дальше идут члены с более высокими производными, да, как обычно. Ну, например, тут есть это общая скобка. Еще раз говорю, это Лян, оно идет из одной петли. Это сумма по числу компонентов независимого поля Пси. Ихань, штуки, все. Поэтому это все общие множители. А это идет разложение. И, например, тут есть член Сигма квадрат К четвертая на ламда квадрат. Это понятно? По размерности. И так далее, и так далее. Так? Это не канонические кинетические, а четыре производства. Это высшего порядка члены пошли. Их только сколько угодно. Идет разложение по степеням К. К. на ламда. Вот параметры разложения по происходу. Кроме того, будут нелинейные члены без производства. Сигма, а здесь будет лишнее Сигма квадрат на ламда квадрат. Сигма. Это взаимодействие типа Сигма четвертая. И так далее. Сколько угодно. Но! Я теперь уберу вот это всеобщий вноситель, чтобы у меня были канонические и кинетические члены и массы. Я это уберу и поэтому Сигма нужно я сейчас за n большим слежу. Нужно Сигма заменить Сигма делить на корень из n чтобы это убрать. Видно? Этого не будет? Тут мой Сигма зашлял. Ну это всяких 8П и лянда подразумевает. Ни при чем. Мне сейчас зависимость от n. n наш параметр. У нас по единице на n идет разложение. Так вот я перешел Сигма со шляпкой и в этом члене квадратичного по Сигму это уйдет и будет нормально генетический вид. Но здесь здесь будет то же самое единица потому что он тоже квадратичный по Сигма но по определению это низкоэнергетический член то есть вот этот параметр он должен смотреть сова так что импульсы то есть энергии должны быть мы идем намного нежели тогда это маленькая добавка к этому нормальному члену К-квадрат она подавлена вот так это малый параметр понимаете мы пошли на низкие энергии ниже лендой проинтегрировали все массивные подачи массой ленды большую и посыпалась серия по степеням вот этого малого параметра а кроме того вторая серия эта серия по степеням делится на вот по этому параметру когда я сигма заменю на корень и зуб то шлемы с большим количеством сигма больше двойки они поем будут подавлены видно ну и это малые поправки аналогично произойдет с пи на не совсем когда я отсюда начну выпускать пи вот это из этого детермината это синтезируется то как и медийский экстрем пи а масса оно ему не дает но кроме того тут есть вклады когда я буду выпускать фатоны вот отсюда видно и поэтому будет вклад дополнительный в членах меню квадрат это обычный вклад о котором только что говорилось что это будет вклад типа амю минус gм плюс камю коню как квадрат амю амю это же тот же с вами фермион игрок который мы перед этим долго обсуждали фермион петля с той разницей что фермион теперь тяжелый у него масса ляп но первый член его сложения па а неправильно вот тут будет стоять нет неправильно он массивный это только безмассовый так даст а массивный даст то же самое качественное что и поле n то есть он даст вот такого типа швед f меню квадрат локальный и добавить этому коэффициенту ну грубо говоря столько же просто удвоить этот коэффициент вот это я хотел бы обратить внимание если бы у нас фермион остался безмассовым он бы дал вклад в массу фотона и кулон бы заэкранировал но он у нас стал массивным сигма средняя равна ляпта большой дало ему массу а как только он стал тяжелым то есть эти петли по градиентной вариантности будут идти локальными и он будет давать не а-м2 не а-м2 а f-м2 квадрат зато деленное на ляпта квадрат а это вклад кинетический смен фотона а не в массу фото остается без масса кроме того он даст вклад когда вот еще вот тут можно взять один фотон это специфика а здесь один пи он будет вот так будет будет как вот так будет вот так по квантовым числам есть такой график вот в четырехмерии нет такого графика а в двумерии есть а в троиске в гамма-басе не будет на данном случае нет? не будет он не будет даст эпселем дело в том что в двумерии есть такое точечное 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 что точечное то свой секрет вот таким образом просто за счет общего множителя и поэтому что эта петля дает вот тут на фотоне стоит гамма-мю матрица а вот тут стоит гамма-пять гамма-пять но тут еще между ними стоят им после зашляпки еще две гамма-матрицы тут есть ну короче если посмотреть то есть такой вклад потому что гамма-пять превращается в гамма по сути ну а это же число просто и того что получается для вот этих вспомогательных полей сигма-пи про хи я не говорю этот хи и хи чертой они супер партнеры сигма и пи это один супер мультиплин вот сигма и пи это одно комплексное скалярное поле а хи и хи изображенное это их фирменный партнер это один супер мультиплин поэтому для хи если посмотреть будет аналогично хи тоже оживает становится массивным конечно с той же массой что у сигма и пи и поэтому этот супер мультиплин становится массивным и живым что очень нестандартно у него тогда партнер член такой же должен быть как сигма квадрат плюс пи квадрат нет у хи нет он же фирмеон он не буквально такой ну в прямом смысле нет он хи чертой хи в квадрате он просто масса масса фирмеона хи это хи с чертой ламда хи так же как у этого а масса сигмы это вот член типа сигма квадрат ну фирмеон все таки не то же самое что бозон в абсолютном смысле слов да короче я еще раз говорю я не хочу долго эту арифметику усвоить вот прямое вычисление поскольку что-то хорошего все считается все интегралы по полям они гауссовые поэтому они дают свои стандартные вот эти вещи которые как только у вас появилась вакуумная средняя появилась опора вокруг которой можно раскладывать пропагаторы становятся массивными и по оставшемуся биграунду вы можете раскладывать пока не надоест это будет разложение по малым параметрам или по малой модели хорошее разложение поэтому я говорю только результат что в итоге вспомогательный вот этот мультиплет состоящий из сигма пи и их фермионных партнеров они во-первых оживают то есть им интенсируются все генетические члены и во-вторых им интенсируются массы и в-третьих еще сигма имеет вакуумное среднее которое делает массивным то есть им интенсируются все являющиеся супер партнером поэтому в итоге а у фотона у фотона нет супер партнеров потому что он не частица он остался ему синтенсировали генетические члены но все равно это не степень свободы это просто кулок так же как лянда не частица у лянды есть вакуумное среднее и с атакой но если посмотреть на ее пропагатор то он не имеет полюса она не есть живая частица так же как фотон а все остальные живые частицы у них пропагаторы полюсные вот обратный пропагатор сигма у него полюс 3к квадрат в раму 4 лянда квадрат то что стоит вакууме это обратный пропагатор и тому происходит в целых это моя любимая модель в ней происходит очень много нетривиальных вещей причем все делается и получается прямо на пальцах квадратичное приближение по полям все интегрируется и очень просто а эффекты в целой куче весьма нетривиальны один из нетривиальных эффектов что вспомогательные поля оживают и превращаются в живые частицы это поле N но поля N не было вспомогательных во первых поле вспомогательная лянда дала массу поля N а поле вспомогательная сигма конденсируется точно среднее ненулевое значение дает массу партнера кроме того интузируется кинетический член фотона который который дает в данном случае компания потому что фермион становится у нас массивным за счет сигма вот этого а массивный фермион на больших расстояниях он отцепляется его не видно все тяжелые поля с массой на расстояниях намного больше обратной массы их можно выбросить поэтому фотон остается без мастера он не экранируется наш кромеон стал массивным этот Пси он вообще не заряжен по фотону вот эти все поля сигма Пи Хи они по электрическому заряду не заряжены поэтому они с фотоном не взаимодействуют заряжены только Пси и Р но они стали все массивными и поэтому кинетические шлены синтезировали а масса фотона теперь отсутствует а суперсимметрия это получается тогда все сломалось? почему? суперсимметрия не нарушена масса Р равна массе Пси и число степени свободы у них одинаково вот это один супермультиплет живой массивный и это наблюдаемое нет ну это не есть наблюдаемая степень или свобода ввиду конфайна фотонка остался без массы поэтому наблюдаемый вот из них адроны надо делать N сопряженная N свернуть в незаряженную пару вот она будет вылетать то же самое Пси с чертой Пси по отдельности не вылетают а в виде нейтральной пары пожалуйста ну и внутри их можно возбуждать это как адроны а вот эти поля сигма би хи хи они нейтральные они незаряженные поэтому они вылетают и уже как живые частицы соответствующие массы дворян у всех по суперсимметрии в этом мультиплите масса одинаковая ну пожалуй вот это все с этой ЦПН простой и суперсимметричным а теперь еще раз вот это вот это если ввести то есть ввести два понимаем всегда как два внешних очень бесконечно тяжелых заряда равных вот в этом смысле да то теперь поскольку у нас тут фотон безмассовый то будет и будет вот такой потенциал о котором тут говорилось но у нас внутри теперь есть тяжелые заряженные поля это ПСИ и Н с зарядами плюс-минус единица и они приведут вот к этому эффекту что когда внешний заряд становится больше одной второй становится выгодно родить одну пару любую или НТН или ПСИ с чертой и они разойдутся и превратят заряд Q в заряд единица минус Q больше одной второй и зависимость потенциала от расстояния или не от расстояния а от заряда она будет вот такую как тут нарисовано а дальше что периодически повторяется ну все пожалуйста вы видите тут очень много нетривиальных и неожиданных вещей и причем повторяем это все прелесть в том что все считается ну просто почти на пальцах конечно мы обсуждаем только ведущие члены вот например эти члены мы обсуждаем а эти поправки мы они малы мы их выбрасываем но они считаются при желании просто раскладываете эту самую эту петлю дальше понимаете что такое эта петля в смысле сигма это стоит интеграл d2k если разложить то здесь будет что-то типа к квадрат минус сигма от x что-то в этом роде ничего чего что такое сигма сигма квадрат вот это сигма это ж поле а от x так но теперь я пишу что сигма равно среднем констате плюс дельта сигма квантовая уже аквуптуация то что тут написано это на самом деле аквуптуация это дельта сигма это отклонение от вакуумного среднего вот это и есть частицы квантовые а вакуумное среднее — это число это не частица так вот тут надо подставить что сигму равно лямдзе Плюс квантовая структуация Дельца Сигма Теперь Лянда даёт опору И я под Дельца Сигма могу свободно раскладывать Видно? Всё регулярно сходится, никакого инфракрасия нет Тут ещё, конечно, есть некоторый трейс по гамма-матрицам Вот этого фермиона, который приведёт к тому, что члены линейные по Сигмам Они за нулятся, за четвертые Тут матрица, ну хорошо, надо матрица аккуратно написать Но видно качественно, что как только в знаменателе появилась Лянда Инфракция Если вы перейдёте в ФГ, это будет вода Теперь появилась опора И при малых К Посмотрите, если бы этой лянды не было, я начал бы раскладывать по Дельца Сигма То параметром сложения сложила бы Дельца Сигма Квадрат, где видно К квадрат И у меня бы появилась степенной инфракрасии Это видно? Ну так это же плохо А теперь, когда появилась масса, всё в порядке При малых Ковнях А теперь пропагатор не сингулярный Он выходит на лянды квадраты И всё хорошо, можно раскладывать сколько угодно Так, пожалуй, с этим ЗПН мы закончим Так, что у нас? А Как всегда Я думал, что где-то забылся Закончить ЗПН И потом за час Почти успел раскладывать Следующую трёхмерную модель с конфайментом Вы её начнёте? Ничего похожего Как обычно Вы её начнёте? Нет, уже сейчас начинать не смыть А вот можно вопрос Вы положили на жерные места ли это по компонентам? Да Конечно, его формально можно собрать только с силицичной визией А вот как он выглядит? Не знаю, как он выглядит Ну же Что-то типа, например Вот Сигма поле Легче написать Это будет Что-то типа Нижняя компонента Сигма плюс Иди Да? Комплексное скалярное поле Дальше идёт что-то типа Т, там, ПСИ И тут ещё будет верхняя Т, там, ПСИ Т, там, квадрат вспомогательная Скорее всего Это будет Типа ПСИ с чертой Сейчас Это нормальная Скалярная Суперполь Тут и ХИ, конечно ХИ То есть, пардон ХИ, конечно Тут будет, скорее всего Происводная Ну, как-то вот так Как обычно Тут будет это Сигняр 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 Не надо разобрать Будет ДМЮ Гамма-МЮ Сигняр 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 Верхняя компонентка есть производная ассермиона. Вот я вам и говорю, что потенциальный член, который сигма квадрат плюс Пи квадрат, еще такой же какой-то Схи должен быть? Нет. Вы вот этот потенциальный член, когда в суперполях напишите, у вас будет типа Фи квадрат, там что-то такое. Правильно? Вот это Фи суперполя. Нет, еще раз. Вот возьмем и все проинтегрируем. По сигма, по Пи и по Хи-Хи с чертой. Потому что это вспомогательная фольга. Они просто описывают эти конструенты. Раз. И они описывают, что тут есть еще четырехфермионная Пси взаимодействие. Вот если я по сигма и Пи прямо в лоб с Гауссом проинтегрирую, я получу 4 Пси. Видно? А если я по Хи проинтегрирую, я получу вот эти конструенты просто. Дельта функции, которые будут держать вот эти нули. И все. Так. Ну хорошо. Так вот еще раз я говорю. Я не вижу сейчас смысла начинать трехмерную деятельность. Она совсем по-другому, конечно, выглядит. С двумерной практически ничего общего не имеет. Все-таки специфика двумерная очень сильная. Ну поэтому начнем в следующий раз. Я могу, как сказать, о чем пойдет речь? Пожалуйста. Значит, анонс, да. Это трехмерная модель Джорджи Блэйсу называется. Значит, это модель такая. Лагранжан я могу написать в вашем быте, но нет проблем. Сначала не суперсимметричное, а просто базовое. А что это такое? Оно у нас цветное, что ли? А? Оно цветное? Да, оно цветное. Есть цветная группа Су-2. Вот это изовектор. Это тоже изовектор. Это три глиона. В группе Су-2 три глиона. А это поле скалярное с изоспинами единицей. И вот с таким потенциалом. Это называется модель Джорджи Блэйсу. Я напомню, откуда она исторически возникла. В таком же виде, только четырехмерная. Она в свое время была предложена этими двумя товарищами. Идея была в том, что вот это была хиксовая поля. При таком потенциале оно конденсируется. Видно? У него средняя по вакууму, по модулю будет работать веной. Дальше можно, поскольку есть калибровочная синметрия, можно поворачивать и выбирать удобную калибровку. то нужно выбрать вакуум в простейшем виде в атаках. То есть, что этот дезоректор торчит по третьей оси вакууме. Причесали и все. Так? Что тут видно? Мы смотрим, какие варианты из этих трех генераторов тут есть повороты вокруг трех осей безопространства. Какие из них симметрии нарушилась этим ненулевой вакуумом, а какие они нарушились? Это спонтанное нарушение колора. И что тут видно? Поскольку он причесан в твоей третьей оси, то когда я буду крутить по первым ломосям xy, конечно, он меняется. Но если я буду крутить вокруг третьей оси, и ваш вектор торчит вокруг третьей оси, он остается на месте. Поэтому не вся симметрия нарушена, а осталось ненарушенное растение вокруг третьей оси. Вот это. Поэтому, сколько нарушили генераторов, столько безмассовый колстоун появится. Теорема колстоуна. Эти безмассовые колстоуны проглотятся глионами. И дадут им масло. Это явление хикс. Но колстоуна у нас два, а глионов три. Поэтому массивными станут W плюс и W минус. А фотон останется безмассовым. Третий. Это специально было все построено так, чтобы аттестант пришла в взаимодействие, что заряженные W становятся тяжелыми, а нейтральный фотон остался безмассовым. Потому что тогда не знали, что есть нейтральные токи заряженные. Зет нуля. И все не было. И была вот такая модель хиксования. А потом, когда обнаружили нейтральные токи, пришлось ее выкинуть и заменить его на вектор на комплексный дублет, у которого четыре степени свободы. И когда он хиксуется, то остается массивный модуль, но зато имеется три колстоуна. И они дают массу W плюс, W минус и Z. А фотон остается безмассовым. А исходно... Это было... Тут было еще... Это я уже вышла на стандартную модель, опять же. Тут четыре глиона. 3,8,2 это изо спин слабый, одна из слабых гиперзарядов. Тут было четыре глиона. Теперь вводится комплексный дублет хиксовый, типа фи плюс, фи ноль. Это аналог комизонового дубля. И еще и сопряженный. Поэтому это четыре степени свободы. К плюс, К ноль, К минус, анти-К ноль. Ну и канал Чик-Зойца, в таком... Потенциальный. Вот так теперь это выглядит, для комплексного дублета. То из этих четырех генераторов тоже один остается не нарушенным, а три спонтанно нарушаются. Получается три Голстона. Три глиона из четырех проглатывать, эти Голстоны становятся тремя массивными полями. Надо углевать плюс-минус и взять ноль. А четвертый не нарушенный, остался без массового, это наш фотон. Все подобрано. Специально, чтобы было как надо. Так вот... И где подвох? Никаких подвохов. Это стандартная модель называется. Она сегодня просто в блестящем виде. Какие подвохи? Возвращаясь к модели Джорджи Глэксера. Это вот такая модель. Тут изовекторный. Из отриблет хексовый. Сер один, Сер два, Сер три, или если хотите, Сер плюс, Сер ноль, Сер один. Без объекта. И тут он стоит в таком виде. Сумма квадратов. Ну и я еще раз говорю, что два из трех глиона становятся массивными, а один фотон остается без массы. В наборномском уровне вот что получится. Поэтому обсуждать тут наборномском уровне практически нечего. Оно стандартно. Нетривиальность этой модели в трехмерии состоит в том, что тут есть инстантоны. И они дают очень нетривиальные эффекты в трехмерии. Вот об этом мы поговорим. Собственно, только об этом мы и будем говорить. Потому что все остальное я уже сказал, что тривиальность. Ладно. Пока все. Будьте здоровы. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...